Итак, всем привет, с вами Владимир Михайловский И сегодня я хотел бы вам показать, как мне кажется, довольно интересную партию, которую я сыграл на Чизкоме Может быть она не столь яркая, но мне она понравилась Давайте же посмотрим, что в ней было Также, да, я получил блестящий ход от Чизкома, что удается сделать не так уж часто Кстати, напишите сразу ваше мнение в комментариях про разборы партий И часто ли у вас на Чизкоме бывает, что Чизком дает вам блестящий ход Ну, кто не знает, я в процессе видео покажу, что это такое Итак, поехали Е4 Играет мой соперник, да, соперник 2800, хоть и без звания Но у кого такие рейтинги, это явно люди довольно опасные Е4, С6, сыграю я защиту Кракан, в последнее время играю ее довольно нередко Но в целом я играю разные дебюты Е5 закрытый вариант, слон Ф5 Ну и тут, конечно, самое распространенное за белых, это конь Ф3, слон Е2 расстановка И считаю, что белых поприятнее, они поддавливают за счет пространства Конь Д2, конь Б3, также есть планы Есть ходы Ж4, Аш4 Но соперник играет довольно редкий ход, конь Е2 Я играю Е6, конь Ж3 И вот выясняет свою идею Аш4 Реализирует моего слона Ну, на самом деле, за черных тут, точнее всего, играть Аш5 В этой позиции И после этого у черных объективный порядок На слон Е2 мы контратакуем центр Ц5 Если С3, то СД, СД конь С6, контратакуем на Д4 У белых проблематично Белым проблематично забрать пешку на Аш5 Соответственно, а если белые играют тут слон Д3 Ну, уже можно забить, побить и опять же на взятие от СД или Ферзе 3 Контратаковать центр Да, на Аш5 ход точнее Я сыграл Аш6 Не самый точный ход, но вариант редкий Поэтому точно не знал Тут белые немножко зажимают, у них чуть получше слон Аш5, слон Аш7 Конь Д3, размен Идея побить пешкой С Вот у белых такая интересная, СД То есть, идея в том, что Во-первых, где-то линия С Где-то можно спокойно теперь ставить конь на С3 Ну и в случае подрыва С5 Можно где-то побить на С5 и Д4 Я конь Е7 продолжаю свое развитие Слон Ф4 Ой, слон Е3 И играю тут конь Е5 Ну, идея в том, что я, да, испорчу себе пешную структуру Но после взятия-взятия Пешка хоть и слабая Надавить прям всерьез белым Тяжело на нее А у меня идея появляется такая глобальная Это поставить коня на Е6 И он будет ставить очень хорошо Конь Д2, слон Б4 Да, тут я решил перед тем, как проводить свою идею перевода коня Сначала выменить коня белый Потому что он Ну, мало ли, куда он может пойти Кстати, вот как раз одна из этих где-то на Ф5 Надавить неприятно Может он куда-то перевестись Может быть, конь Ф3 Там Е6 и жертва пешки Конь Е5 В общем, я решил, что у меня полезнее этого коня будет разменять Так, Ферзь Ф3 напали на пешку Тут играю уже Ферзь Д7 Ферзь Ж3 Король Ф8 пока Да, кстати, вот тут Ферзь Ж3 такой неприятный ход Зависает пешка на Ж7 2-0 нету из-за слона А6 Потому что связка по линии Ж Ладья Ж8 тоже самое Можно получить слон А6 Но Ладья А6 как-то очень не хочется так ставить Ладью Хотя бывает Вот в славянской защите, например, наоборот А6 Ладья А7 таким образом защищает на Б7 И в целом так можно играть за черных в теории Но не хотелось Не хотелось Я играю король Ф8 спокойно Аркировка Выбиваю НД2 Ну и провожу свой план Конь А6 Конь отправляется на Е6 Кстати, мне тут казалось неприятной Может быть идея слон Б4, король Ж8 и слон Д6 Не пускают моего коня Ну, на самом деле, это не так критично Можно даже все равно или пока поставить блокаду Ферзь Е6 Можно так-так Не торопясь Можно конь С7 все равно сыграть В принципе, это размен Ну, нарушает немножко мои планы Но в целом он не особо страшен для меня Да, но соперник так не сыграл Соперник в партии пошел Ладья Е1 Я играю конь С7 Слон Б4, шах, король Ж8 Ну, тут на слон Д6 я бы уже пошел конь Е6 Да, и ферзь А4 такой ход Неприятный тоже достаточно Ставит соперник проблемы Конь Е6 нельзя теперь поставить Очень хочется, но нельзя Потому что висит пешка на Ф5 Пошел Е6 Да, ход так прилично ослабляет короля Но, с другой стороны Если позиция закрытая Если я ставлю следующим ходом Коня на Е6 То белым очень тяжело будет добраться А я уже спокойно завершаю как-то развитие Централизуюсь Ну, и конь на Е6 Очень хорошая позиция У черных порядок Соперник взял-взял И тут следует такая от него Интересная жертва пешки Но если белые что-то хотят Я думаю, надо так играть Е6 В чем идея Что, когда я забираю То есть скрываются линии Скрывается линия Е Потенциально за Е За Е7 на Е7 очень неприятный Ну, в целом, такой открытый король Позиция у черных непростая Хоть и движок говорит, что Давайте покажу Движок говорит, что Объективно у черных все хорошо Но по-человечески, конечно Выглядит все это очень страшно РЖ3, да Нападает он уже на АЖ6 Король АЖ7 Спокойненько ухожу Ну, король Ж7 тоже в теории можно Но это где-то под лишние шахи попадает Ладья Е6 Следующий жертва качества Ну, потому что, опять же, да Если бы белые медили Там, например, Ферзь Е5 Может быть, задоваяние ладьи То я успеваю консолидироваться Играя Ладья Е8 Если что, может быть, потом Какой-нибудь ход конь Ж5, там, конь Ж7 Разменю у ладьи И у черных порядок Атака у белых не страшна Да, играя к роли АЖ7 Ладья Е6 Следующий жертва качества И идея в том, что Ферзь Е6 Ладья Е1 Очень неприятный, опять же, ресурс За белых, да Соперник играет довольно грамотно Довольно четко Ставит постоянно проблемы Как вы видите Но пока что я с ними справляюсь Итак, ладья Е1 И, по сути, сложно Черным ходить Потому что, если ферзь куда-то уходит То сразу следует ладья Е7 И очень опасно Ну, а вариант, например, можно привести Ферзь Ф6 Ладья Е7 Король Ж8 Тут ферзь С7 И... Стоп, нет Тут как раз Тут ферзь С7, да Точнее, начать за белых И на ход Король Ж8 Уже просто Может даже съесть на Б7 То есть грозит на Е7 Зависает на С6 Зависает на А8 Ладью непонятно куда девать Ладья Д8 Под слон Е7 попадает В общем, у черных Тут ладья не взаимодействуют Король слабый Очень большие проблемы Позиция просто безнадежная Итак, кто хочет Может поставить видео на паузу И подумать Как же вы в этой позиции На ход ладья Е1 бы реагировали Ну, забрать на Е1 тоже можно Но Слон Е1 Слишком много материала У белых Итак Я думаю, кто захотел Поставить видео на паузу Следует от меня ход Ф4 Такой довольно Сильный ход И вот как раз Этому ходу Именно Чиском дает Блестящие Два восклицательных знака Ну, ход строго единственный Как видите То есть в нем У белых Ну, там микроперевес По сути равенства Объективно Все остальные ходы У белых просто громадный Перевес и выигранная позиция Поэтому единственный ход Который позволяет черным жить Это Ф4 Ну, и надо было видеть Следующий ход Потому что просто так Ф4 Ферзь Ф4 Абсолютно ничего не дает А на Ферзь Ф4 Так в партии не последовало Я запланировал ход ладья Аш Ф8 Еще один тоже Как мне кажется Довольно сильный ход То есть вот там И ключевая идея Ф4 Конечно, без этого хода Ф4 бессмысленно Итак, в чем идея То есть теперь Слон Перегрузка слона Он и поле Ф8 держит И ладью на Е1 Если слон Ф8 То последует просто Ферзь Е1 шаг Я отыгрываю ладью Потом можно вернуть ферзя На место На базу И... Хотя нет, все равно требуется Кстати, аккуратность на самом деле Слон Ф8 Ферзь Е1 Король Х2 Например, ферзь Е6 Проигрывает Из-за ферзь С7 Ферзь Е7 мат То есть все равно Позиция опасна Но король Ж8 Находит сход И тут в целом Все нормально Хотя после ферзь А6 Скорее всего У белых явно Ну, вичные шаги То точно какие будут найдутся Да, ну надо было Соперинку, наверное, найти И идти добровольно Да, ну так вот В чем идея То есть все остальное Проигрывал за черных Совсем жестоко Да, если бить ферзем То промежуток следует Ферзь Е1 шаг И черные выигрывают Самый сильный ход Тут по движку После которого По сути ранс Это такой симпатичный Ферзь А6 Он предлагает Ну и получается Переход В объективно Ничейный Эншпель Ну, Дималадея Ф4 Самое простое Да, и Постепенно все поменяется В худшем случае Останется 2 на 1 Но это ничья Понятное дело Да, но соперник на Ф4 Не взял Хотя, опять же, повторюсь Надо было ему в это идти Он пошел Ферзь А4 После чего Ферзь Ф5 Да, позиция все равно Выглядит очень опасно Но тут уже мы держимся Тут уже мы держимся На Ферзь Б7 Находится Опять же, ну, надо черно Правда, держаться Единственными ходами Опять же, покажу Линии движка Например, что То есть, один ход Не туда И надо сдаться То есть, вот Единственный ход В остальных Плюс 7, плюс 8 Оценка Но я его нахожу Игра Ферзь С8 Да, все по восьмому ряду Но идея в том, что Я как раз успел раскрутиться Что мы увидели в партии Ферзь Е7 Ладья А7 Ферзь Ф6 Ладья Ж7 Да, и теперь у короля Может найтись Достойное убежище На поле H7 Где король Так сказать Я в домике Белл Надо было играть Ферзь Ф4 И у них хватает Компенсации За качество Движок, опять же Пишет нули Наверное, позиция сложная На три результата Игра идет Не знаю, как бы Все это закончилось Но сперн делать не точно Вот ладья Е7 После чего Следует ладья Е7 Слон Е7 Ферзь Ф5 Ну и тут атака Белл затухает После размена ферзей Безнадежный энджпель Соперник забирает На С6 После чего Следует ладья С8 И неожиданно Фигуры черных выскакивают И тут уже страшнейшая Контригра У белых Просто нету Защиты Потому что ладья Идет на С1 Ферзь шахом Отойти никуда не может Но в партии Последовал ферзь Д6 После чего Белые просто получили Мат в три хода Ферзь H5 И соперник сдался Так как у нас У нас 4 Ферзь H4 Мат Вот такая вот Симпатичная партиейка Опять же Да, может быть Она не сказать Что супер яркая Но я был доволен Когда я ее сыграл То есть Вообще в целом Не люблю Когда меня атакуют И Сейчас чаще всего Не так хорошо Может быть защищаюсь По сравнению с тем Как могу сам атаковать То есть Когда игра идет По моему сценарию Но вот так тоже Надо уметь играть Когда вас атакуют Тоже надо уметь защищаться Защищать сложные позиции Довольно много Единственных ходов я сделал Позиции выглядело Очень опасно Но я все-таки Удержался Да, был с собой доволен Что также нашел Вот это ресурс F4 Ну и Не знаю, как вам Партия мне понравилась Делитесь вашим мнением В комментариях Об этой партии Вообще Нужны ли такие Видосики на канале Нашли ли вы ход F5 И как часто у вас Если вы на участком Проверяете Играете Я анализирую свои партии Как часто у вас Бывают блестящие Ходы На этом все Всем спасибо Всем пока И до новых встреч Также не забываем Про лайки и подписки на канал Все, всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok